И кстати, эту штуку еще можно вынимать. Я так понимаю, ее, наверное, можно как-то заправить. О! Всем привет, дорогие мои зрители! И сегодня у нас будет распаковочка из фикс прайса. Наступает этот великий международный женский день 8 марта. День, когда сбываются мужские мечты, то есть женские мечты. И давайте-ка посмотрим, что можно купить в подарочек. Ну, конечно, если подарочки, я думаю, если вы за 50 рублей, что вы своей женщине подарите, она будет не очень рада. Но я кое-что присмотрел, то, что может хозяйстве пригодиться и порадовать жен, матерей, сестер и так далее. А также поздравляю всех дам с праздником вас, здоровья, счастья, любви, удачи и никогда не грустить. Давайте-ка начнем с обалденной вещи, которая пригодится хозяечке. Это у нас вот такая табличечка. Как вы можете видеть, это у нас доска такая для резки. И на ней сразу же выжжена выжигателем таблица меры весов. Тут всякая вода, сколько там в литре в стакане и так далее. И много-много-много всего можете посмотреть. Вот такая дощечка, она ничем не обработана. Хочу говоря, это свежее дерево. Так что ваши мужчины потом смогут еще ее и, не знаю, лаком покрыть, разукрасить, как хотите. О, тут даже какой-то значок присутствует. Доска разделочная, прямоугольная. Так, ладненько, поехали дальше. Следующая у нас вот такая фитина. Это у нас фигурка сувенир-ангел. Обалденная вещь. Не знаю, зачем ее купил. Но, наверное, вещь хорошая. Вот такой у нас ангел. Посмотрите, какая прелесть. Это же мимими. Смотрите, это муж пришел домой. После того, как его неделю нет дома. Такой ангелочек. Возьми букет, дорогая. Возьми букет, дорогая, и подпишись на закупочек. Вот такая у нас была статуэточка. Но мы идем дальше. А дальше у нас тоже такая же полезная вещь, как и предыдущая. Это у нас магнит-цветок. Магнитик у нас на холодильник. К 23 февраля я покупал открывалку для соков. А в этот раз купил вот такой букет цветов. Вы только посмотрите на это произведение искусства. Это же великолепно. Вот такой у нас магнитик. Прикреплю его на холодильник. Фоточка будет в конце, как она смотрится на холодильнике. Следующий наш клиент на обзор. Это вот такое полотенце. Замечательное полотенце подарочное. Цветок. Сделано в Китае, как всегда. Такая маленькая легенькая штучка невесомая. Даже не хочу ее открывать, честно говоря. Такой замечательный цветок. К нам приехал Геленджик. Ну, я думаю, вы все поняли, что это полотенце просто свернуто. И цветочек вставлен пластмассовый. Так что вообще очень полезная вещь. Следующая покупочка к 8 марта это вот такой замечательный, можно сказать, сувенир-цветок мерцающий, который сделан в нашем замечательном Китае. Вы посмотрите, это же просто произведение искусства. А, нет, произведение искусства внутри. Коробка нам не нужна, коробка идет на пол. Так, вот такой замечательный, аленький цветочек. Такой, кстати, он похож на хрусталь. Сделано из стекла. Посередине у нас, как можете видеть, алмаз Сваровский. Все очень качественно, со вкусом. Здесь у нас вставлена как бы бумажечка, которую надо вынуть. Ага. Надо сначала подраскрутить. Там, наверное, батареечка. Да, все, я могу вынуть ее. Теперь я закручиваю ее. Вау, и она начинает светиться. Вау, вы посмотрите, какая милота. Вы только посмотрите на это чудо. Это же великолепно. А в нее можно греть руки. Приходишь такой домой, любимая, это тебе. Розы стоят 250 рублей на 8 марта, а вот это 50. Ооо, это же просто великолепие. Это же просто великолепие и игра красок. Ооо, это, наверное, безусловно, одна из моих лучших покупок фикс прайса. А следующая моя покупка еще один букет роз. Букет роз за 50 рублей. Так мало ли того, что это букет роз, так он еще и горит. Вот такая замечательная свеча. Свеча-цветок. Размер 6 на 10 сантиметров. Даже горшок в комплекте, и в горшке там земля какая-то насыпана. Свеча, ну, понял, что это свеча, даже не знаю. Не-не, я думаю, открыть ее надо, потому что все тогда поймут, что это из фикс прайса. Так что надо снимать. А, ну, конечно, я же не скажу, что это из фикс прайса. Разумеется. Ооо, какой нежный воск. Вы только посмотрите. Это же секси букетик. Какой он маленький и великолепный. Ну, от него что-то. Какой-то белый порошок. На этом белом порошке, возможно, вы еще выйдете в плюсе с покупки. Еще я купил вот такие замечательные спонжики для умывания. Любительницы посмотреть видео с открытием или же с пустыми баночками оценят вот этот товар. Посмотрите, замечательные спонжики. Я даже у кого-то из бьюти-блогеров видел рекламу этих спонжев. Говорят, что они очень даже хороши, сделаны в Китае. Спонжи для умывания. Так что им можно умывать все тело, умывать лицо. Я даже не знаю, зачем им это надо. Но я думаю, можно даже со стола смахнуть пыль. Посмотрите, они такие мягенькие. Нет, давайте я их открою. Мы же должны все это просмотреть. Вы только посмотрите на эту структуру. Если бы я не знал, что это спонжик, я бы подумал даже, что это пирожок из спанчбоба. Он какой мягенький, холодный. Кстати, он такой холодный внутри, нифига себе. Серьезно. Мне даже захотелось его понюхать. Но пахнет он очень как-то странно. Даже не знаю, что это за такой запах. Запах рыбки, возможно. Ладно, спонжики у нас пускай полежат в стороне. Еще у нас вот такая открытка с конвертом. Happy everyday. Такая открытка в стиле 3D. Что-то у нас даже написано. Поздравительная открытка с конвертом. Производство, как всегда, Китай. Бумага. Товар не подлежит обязательной сертификации. Бла-бла-бла-бла. Так. Удаляем. Посмотрите. Это просто чудо. Это просто великолепно. Такие живые цветы. Короче говоря, я закупился цветами вообще, наверное, на очень-очень долгое время. Здесь какой-то секретный шифр, наверное, для шпионов. Ой, конвертик. Замечательный конверт. Ну-ка. Будет прикол, если она не влезет в конверт. Кстати, она и так плохо влезает с чего-то. Оп-оп-оп-оп-оп. Зашел. Вообще, как влитой сел. Вот здесь можно написать любимой жене там и так далее. Ну, я думаю, не знаю. Ну, коллегам по работе можно подарить такие конвертики. Вообще классно. А, кстати, она стоит 25 рублей. Не 50 рублей, а 25 рублей. Такая открытка стоит. Где-то у меня был чек. Также я еще в фикс-прайсе купил за 50 рублей себе бонусную карту. Теперь еще буду накапливать бонусы на карту. Но в преддверии праздников сайт не работает у них. Так что карту я не смог активировать. Но там еще карта идет в комплекте с брелком. То есть вы можете пользоваться картой, положить ее в кошелек. Вот там пробивать вам скидки. Или же можете брелок повесить на ключи. Например, вам ключи с брелком. А жене там эту карту. И вместе собирайте бонусы на один счет. И потом какая-то там бонусная программа у нее есть. Короче, зайдите на сайт, сами почитайте. Мне фикс-прайс за это все не платит. Но, возможно, все это дело изменится в будущем. Смотря как вы будете подписываться на канал. И ставить лайки. Следующая у нас машинка для полировки ногтей. Я считаю, что это просто феерический эпогей нашего сегодняшнего видео. Все знают всевозможные машинки для полировки ногтей фирмы Шоль. Но Шоль мне тоже не заплатил, потому что вы плохо подписываетесь на канал. И поэтому мне придется протестировать вот такую машинку из фикс-прайс. Буду жертвовать своим здоровьем ради вас. Производство у нас Китай. Машинка для полировки ногтей на батарейках АА. Одна АА. И, скорее всего, батарейки нет в комплекте. Но батарейки у меня тоже есть из фикс-прайса. И они всегда у меня под рукой. Посмотрите, у меня впервые так получилось, что я содрал эту штуку. И вот это все содралось. Обычно всегда там что-то закрыто. Ну, кстати, выглядит она уже что-то не очень какая-то она темненькая, потертая вся. Ну, может быть, возможно, потому что я не выбирал, как бы, что там лучше. Я, знаете, как бы взял, что попалось под руку и все. Написано для открытия. Вращайте ее сюда. Оп. Оп. Вау. Вау. И плюс, где минус. Вот, что нас ожидало там внутри. Давайте я возьму батареечку. Вот такая у меня батарейка. Тоже из фикс-прайса. Целая пачка 10 штук. Сюда ее заряжаем. О, зашел. Входит и выходит. Замечательно. Заходит. А, и закрыть вправо. О, все. Что-то. А, типа ее просто ты закрыл ее, так насадил. И все. Да, как только ты ее крутишь вправо, она сразу же включается. А вот эта кнопка, я даже так и не понял, зачем она нужна. То есть она у меня постоянно работает, независимо от того, кнопка включена или нет. Но я думаю, такая вещь женщинам обязательно пригодится. Особенно одиноким, которым некогда ухаживать за своими ногтями. Вибрирует она, конечно, знатно. Я думаю, вы слышите это. О, о. О, у меня такие страшные ногти. Я даже не могу вам продемонстрировать работу этой замечательной вещи. А, то есть если я очень сильно нажимаю на нее, она, видите, перестает работать. То есть моторчик имеет такую защиту. Не знаю, что это. Машинку, которую я показывал в прошлом видео, 23 февраля, для стрижки волос. И то как-то пополезнее. Что-то как-то все очень странно. Мне кажется, я еще хуже сделал своим ногтем. Он у меня был такой красивый и замечательный. А сейчас он какой-то странный стал. Покрылся какой-то белой штукой. Короче, я так понимаю, этот камень, он постепенно стирается, наверное. Девушки и женщины, пишите, пожалуйста, комментарии, как пользоваться правильно этой штукой. Кстати, очень удобно, наверное, уши ей чистить. Сюда вату намотать и прям в ухо засунуть. Я думаю, вообще будет еще лучше и полезнее вещь. Почему у меня не работает эта кнопка? Давайте проведем еще один тест на моих замечательных блестящих ногтях. Короче, не знаю. Мне кажется, это полная фигня. Ей нужно найти в вашем доме какое-то другое применение. Да, вот такая фигня. Ну и все, на этом у меня все закончилось. Очень много всего было сегодня у нас распаковано. Доска, спонжики, букет алых роз. Вот такой светик-семицветик. Еще один цветочек. Вот такой мимимишный ангелочек. Магнитик. И, конечно же, замечательная пилька за щоль. Всем спасибо, что смотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Чем вас больше будет, тем смогу я чаще ходить в фикс-прайсе, делать всякие распаковочки, эксперименты с этими товарами. Всем спасибо за внимание. Радуйте своих женщин. Любите их. Не обижайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok